ВЫТЕСНИТЬ ЛИ ИСКУСТНЫЙ ИТЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА Это скорее вызов для родителей, чем для детей. Но да, в каких-то областях некоторые профессии будут уходить. Это и было в прошлом. То есть, например, в небытие почти ушли профессии, связанные с коноводством. То есть сейчас конные клубы – это просто для любителей. Когда-то это был единственный транспорт. Когда-то были трубочисты. Когда-то были люди, которые зажигали газовые фонари на улицах, фонарщики. То есть все это происходит. Но цифровые технологии, искусственный интеллект, это делают гораздо быстрее. Например, сегодня только я прочитал, что был презентован робот, который берет анализ крови. И делает это профессиональнее, видимо, по ощущениям пациентов, чем медсестра. Искусственный интеллект призван выполнять то, что делает человек. И разумеется, те люди, чья профессия состоит только из таких вещей, они потенциально могут быть вытеснены. Профессии будущего – это те, которые работают с людьми. То, что робот никогда в ближайшее время точно не сделает. Это образование. Правда, образование тоже хорошее, контактное с ребятами, а не просто человек, который оттарабанивает время у доски и делает это 40 лет подряд одинаково. Этих людей роботы заменят, очевидно. Но это ребята не слушайте. Это я на днях в дверях пугаю так людей. Ну так вот, возвращаясь к тому, собственно говоря, где наше место, я сейчас расскажу, где наше место сейчас. Про область цифровых технологий я немножко еще пару стереотипов разрушаю на тему того, кто у нас есть в IT-сфере сейчас. Потому что многие считают, что, например, мой факультет, высшая школа информационной технологии и интеллектуальной системы, готовит программистов. Вот мы на пару с ВМК вместе готовим программистов. И больше никого, больше в IT нет никого. Что неправильно, что не так. Дело в том, что в IT-сфере гораздо больше профессий, в которых можно состояться. Из них программист, человек, который пишет код, она хорошая, она самая высокоплачиваемая. Ну и другие тоже допускают карьерного роста и хорошие зарплаты. И с кодом даже работать не придется. И вот об этом я хотел поговорить. Но в разрезе каком? В том, как происходит разработка того или иного цифрового решения сейчас. Это первый слайд. На нем аббревиатура ЖЦ. А что-то я все родителям рассказываю. Короче, ребята. Значит, есть такое сложное понятие. Назовется жизненный цикл. То есть это придумали люди, которые производят товары, что на разных этапах появляется, надо спланировать производство, потом нужно спроектировать сам продукт, надо его реализовать, протестировать, что он работает, внедрить куда-то. Вот это все называется жизненным циклом. И на каждом этапе жизненного цикла появляется человек или профессия, которая нужна. И разработка программных систем, сайтов, приложений, мобильных приложений не исключение. И вот сейчас я вас познакомлю с теми профессиями, которые могут быть в индустрии IT, когда мы говорим про разработку информационных систем, решений и так далее. Надо понимать, что любая разработка программного продукта начинается с требований. А, не, пришла идея в голову, пошел, сразу реализовал. Требования идут либо от того, кто хочет, от вашего заказчика, либо от вас самих. Но требования должны быть. Без требований, скорее всего, вы будете делать летучий корабль. А летучий корабль – это очень страшная вещь, на самом деле, когда мы говорим про реальную промышленную разработку. Знаете, какая бывает проблема с летучим кораблем? Как бы, понятно же, что это такое. Ну, корабль, все мы видели корабль. Летает, что такое, понятно, воздух уберет, поднимается и летает по воздуху. То есть понятие, понятное, извиняюсь за тавтологию, мы можем видеть, даже фантазировать о нем. Но мы сделать его не сможем, у нас технологий таких нет. Сейчас, секундочку, сейчас. То есть надо, чтобы… Обратно верните на слайд, пожалуйста. Спасибо. То есть надо сначала, чтобы мы могли поговорить с тем, кому надо наше решение, что на самом деле он хочет. Например, приходит ко мне учитель физкультуры и говорит, мне нужно приложение, в которое я могу учитывать нормативы моих ребят, которые они тренируются. На каждом занятии, чтобы я не просто 5-4-3 ставил, а что писал. 15 раз потянулся, 10 раз потянулся, 30 раз отжался, опоздал на 5 минут на занятие. И на первом этапе разработки в игру вступает человек, которого зовут аналитиком. Это человек, который будет разговаривать с заказчиком. Он не программист. Он может не владеть компьютерными технологиями даже, но он может задавать четкие вопросы. А если он четкие вопросы не задаст, то будет вот так. Это известная картинка на тему того, что будет, если аналитик работать не будет. Смотрите. Я вот зачитаю картиночки. Как объяснил клиент, что он хочет? Как понял клиент, начальник проекта? Как описал проект аналитик? Как написал проект программист? Тут на земле валяется. Как представил проект бизнес-консультант? Тут креслица, да? Как задокументировали проект? То есть объяснили, как он работает. Какие фичи, то есть какой функционал удалось внедрить? Да, веревочка, да? Как заплатил клиент? Но иногда клиент вот так вот заплатил. Вот. Как работала техподдержка проекта? Или клиент тоже так мог платить? И что нужно было на самом деле клиенту? То есть задача аналитика на раннем этапе разработки приложения сайта спросить у заказчика, что тебе именно нужно. И при этом не допускать двусмысленностей. Например, вот тот же самый учитель физкультуры. Он говорит, ну, чтобы школьники зарегистрировались. А что такое регистрация? Это когда мы заполняем данные о себе. Мы говорим, ну ладно, хорошо, зарегистрировали. А потом выясняется, что я понимал под регистрацией, что надо ввести фамилию, имя, класс. А он понимал, что надо имейл, телефон и еще какие-то данные. И если я его об этом не спросил, я уже сделал неправильно. И мне нужно переделывать. А переделывать это увеличение сроков и больше денег. Аналитик либо мне платить самому, потому что заказчик за мои ошибки не платит. Либо я его прошу заплатить, что тоже не очень хорошо. Так вот, собственно, аналитик это та профессия, которая четко записывает, что нужно сделать. И представляет это в четких формулировках, которые потом идут другим людям. Давайте микрофон этому человеку. Вернусь к вопросу, то что зачем нам летающий корабль? Ведь уже существуют какие-то особые средства, чтобы летать. Там самолеты, вертолеты какие-то передвижные, воздушные передвижные. Спасибо. Вы неправильно поняли, почему я его приводил. Я приводил его как концепцию, которую не сделаешь. Ну то есть корабль реальный, который по реке плавает, летать не будет. Согласны? Но заказчик, он же не знает, что это невозможно. Он же не разбирается в физике или в чем-либо, понимаете? И поэтому, когда он приводит, скажешь, ну что, сделай мне искусственный интеллект, который будет вот это делать. Вот какие бывают. Сделай мне искусственный интеллект, который будет понимать, кто мне звонит по телефону. Он заговорил, это мне позвонил Серега с работы. Вот. Да, то есть это я говорю вот о чем. Чтобы не было такого, что он нам сказал, и это было по пониманию, как летучий корабль понятно как выглядит, но непонятно как делать. Понимаете? То есть вопрос в нашей реализуемости, что мы это можем сделать или не можем. Вот почему это такой пример. Так вот, когда аналитик сделал свою работу, появляется документ с требованиями. Чаще всего это требования называются функциональными. Есть и другие, но вот это самое важное. Что конкретно будет делать уметь система? То есть регистрировать надо нам ребенка или школьника через соцсеть или через почту, или он сам вводит логин и пароль, или за него это делает зауч. Уже есть система, ему не надо регистрироваться. Вот все эти вопросы аналитик должен задать заказчику, чтобы потом не думать, как это должно быть сделано. Затем начинается следующий этап – проектирование. Важно подумать, что конкретно нужно будет делать специалистам и представить это на понятном языке. Я не буду мучить вас тонкостями того, что такое проектирование программных систем, но я поговорю про проектирование интерфейса на самом деле. Потому что это то, что мы все понимаем. И интерфейс, более того, это вещь, которая тоже имеет несколько смыслов. Потому что некоторые проводят знак равенства между интерфейсом и дизайном. А это не так. Как раз на том же самом примере учителей физкультуры можно, например, даже сказать, что интерфейс тоже должен быть разным. Например, версия для слабовидящих, если я попросил заказчик, ты же тоже должен создать другое проектирование в проекте, несколько определенных макетов, чтобы и потом их, скорее всего, совместить в общем, да? Да. То есть вы мне помогаете, спасибо. Правильно? Конечно. То есть хороший пример. Версия слабовидящих, он не сказал, а законодательство требует. По закону даже у меня потребует это. Потом меня штрафуют, если я это не сделаю, если это заказ был куда-то там в государственный сектор. Так вот. Дело в том, что интерфейс в разработке – это не дизайн. То есть вот перед вами интерфейс YouTube, но это не дизайн. Это, грубо говоря, разметка того, как должно выглядеть программное решение с точки зрения интерфейса. Что вот у меня логотип, вот строка поиска, вот тут авторизуемся, тут реклама, тут видео тематически, тут основное видео. Это интерфейс, и это делает отдельный человек. По факту он визуализирует требования, которые были написаны. Вообще можно делать интерфейсы и от руки, то есть рисовать их на бумаге, карандашом и ручкой. Это тоже делают. Вот интерфейс мобильного приложения, да? Вот здесь можно видеть. Если я нажму на эту кнопочку, перейду на этот экран, увидишь вот это. Если на эту кнопочку, перейду сюда. Если это разные события, то они пишутся вот здесь. Тут написано на этот самый swap и dab, то есть ну как бы смахнуть и нажать. Вот. А на самом деле визуальной стороной занимается много кто. То есть на самом деле после проектирования интерфейса должен быть дизайнер, который нарисует, как это должно выглядеть. Он отдаст нам фотошоп. Дальше следующий специалист, которого мы в веб-разработке, ну вот сайты где мы делаем в интернете, мы называем верстальщиком, он должен превратить этот дизайн в то же самое, но на другом программном языке, чтобы можно было у себя использовать. То есть видите, аж три человека занимаются визуальной частью. Еще разработка-то не началась, ни строчки кода программного именно не написано. Программист еще даже не вступил в работу. Ну и вот все-таки про программирование. Значит, все-таки кто такой программист? Это человек, который не просто пишет код, он еще умеет в голове составлять алгоритмы. Вот плохой программист, он там на следующем слайде есть, у него есть приставочка перед словом кодер, одна определенная, ну может взрослые знают. Там не прямо ругательные слова, ну не буду лучше показывать. Так вот, этот человек считает, что программирование – это только набирание текста. То есть он как бы делает по шаблону, он набирает код, но при этом он не понимает алгоритм, он не знает ни математику, ни технологии, алгоритмы составлять он не умеет. И языки кода, которые кодовы. Нет, языки-то он знает. А вот как бы думать, что за ними стоит, это он уже не может. Страшная правда заключается в том, что в чистом виде программистов сейчас в индустрии в принципе нет. Дело в том, что программы в чистом виде никто не пишет. Если говорить по-простому, то специалист в IT-сфере, который занимается разработкой, а именно разработчик – это более корректное название для программирования. Ну этот человек в 90-е годы и в 2000-е, это Стив Балмер, это зам Билла Гейтса, который создал Windows. То есть он прославился тем, что вот он на конференции кричал «девелоперс, девелоперс» и как бы это мемом стало. Да-да-да-да-да. То есть он говорит, что мы о них заботимся. Так вот, дело в том, что… Что делает разработчик, почему он не программист? Дело в том, что он, конечно, пишет программный код и он знает программирование. Но он как бы собирает программу из блоков, то есть из компонентов, понимаете? То есть он не прям пишет от begin'а до end'а, или вдруг кто-то из их знает, от начала до конца программу. Он пишет небольшие фрагментики, где-то донастраивает, где-то что-то выбирает, запускает, проверяет, еще раз дописал. И получается работающая часть функциональности. Вот, например, задачка прилетает. Есть готовый дизайн страницы друзей ВКонтакте. Что должен сделать разработчик? Обратить внимание первым делом, что эта страница и одинаковая для всех, и разная для всех. В чем она одинаковая для всех? Дизайн одинаковый, совершенно верно. В чем она разная для всех? Разные друзья, разные данные, совершенно верно. Так вот, что делает разработчик? Он пишет пару строчек кода на каждую вот эту вот необходимость. То есть что по запросу надо вызвать обработчик. Обработчик должен запросить данные. Данные должны быть добавлены в шаблон страницы друзей. И получившаяся страница должна быть выслана в браузер, ну в смысле к вам в компьютер. Вот эти строчки кода, но они занимают гораздо меньше места, чем среднестатистическая программа. Вот я что-то такое обычно привожу как пример. Ну он немножко упрощен для понимания, но вам, наверное, все равно. Главный объем оцените. То есть не такой большой код, который может эту работу сделать. То есть разработчик, что он делает? Он, во-первых, не думает о том, что ему делать, потому что об этом подумали аналитики. Они уже обсудили с заказчиком, что должно быть сделано. И более того, если он будет сам придумывать, что ему делать, он подведет компанию. Потому что он сделает то, что не было учтено. Он может потратить на это время, а он мог бы раньше сдать свою работу. Ну есть еще одна известная роль. Я, пожалуй, не буду вас сильно мучить. И вот эта роль такая еще одна заключительная. Это тестировщик. Человек, который проверяет, что все нормально, что все работает. Да, но вот ошибки – это как раз-таки очень банальное понимание, что такое тестировщик. То есть тестировщик проверяет не просто ошибки. Кстати говоря, про ошибки. Термин баг, который некоторые из вас знают, он, конечно, старый. Но в 40-е и 50-е годы он обрел новый смысл. Дело в том, что инженер Грейс Хоппер однажды, когда искала неисправность в компьютере Mark II, нашла застрявшего там мотылька. Вот он. Тут не видно, но вот тут как бы… Вот это он. Вклеен был в журнал. С тех пор баг, слово закрепилось в разработке, как некоторая ошибка. И мы считаем, что тестировщик – это те люди, которые должны находить баги. Но не только. Правильно говорить, что тестировщик должен проверять на то, что ваше программное решение соответствует требованиям. То есть оно может работать без ошибок, но исходным требованиям заказчика оно не соответствует. И это тоже неправильно. Вот, например, предположим, что мое требование такое. Я хочу, я разрабатываю YouTube. Ну, самооценка высокая. Я нажимаю на кнопочку сервисов Google, и я хочу, чтобы открывалось вот это окошко. Google имеет общий набор сервисов. В каждом сервисе есть иконочка, которая дает доступ к меню сервиса. Вот она такая. Вот это открыто в почте. Если я пишу YouTube, я в теории хочу, чтобы здесь появлялось точно такое же меню. Но если я вдруг открою сейчас YouTube и нажму на эту иконочку, я увижу совершенно другое меню. Не то, которое я хочу. И получается, что, смотрите, работает, ошибок не выдает, но требованием не соответствует. То есть выходит не то, что нужно. И тестировщик должен находить не только ошибки, а еще и все такие несоответствия, о которых он пишет в документах специальных. Он говорит, я зашел на эту страницу, ввел то-то, зашел туда, ввел еще что-то и получил ошибку. Вот скриншот. Пожалуйста, разберитесь. Это работа, которую делает тестировщик. Ну и еще один человек. Это тот, кто помогает работать. Вот, значит, это человек, который полностью контролирует процесс разработки. То есть разработка – это командная работа. В командах современных работает человек 6, 10, бывает 20 человек одновременно. И у них у всех есть свои задачи. А продукт, который они разрабатывают, он один. И есть кто-то, кто контролирует, что у всех есть загруженность, что все работают, выполняют свою работу в срок. И вот менеджер проекта – это отдельная роль, которая необходима тоже в разработке. И вот всех таких людей всех ждут в IT-сфере. Разработчиков, конечно, больше ждут. Но и аналитики с тестировщиками, и проект менеджер, и все остальные тоже нужны. Менеджер, он один на проект. Да, но он со всеми в команде работает. Он не начальник. То есть он полностью следит за тем, чтобы работа была сдана в срок. Для этого он команду правильно планирует и проверяет, как у каждого идут дела. Я, пожалуй, закончу на этом. Коротенькое сообщение. Пожалуйста, вопросы, которые возникли по этой части. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. Какая в этом плане профессия самая востребованная из тех, которые вы перечислили? Разработчик. Именно разработчик. Ну да, еще в скором времени специалист по искусственному интеллекту. Просто они пока их немного требуются, то есть их закрывают. Но вот самое прямо животрепещущее нужно – это чисто видеоразработчиков. Да. А какие языки программирования вы знаете? Я лично знаю, в смысле, как программист, или я лично знаю вообще про языки программирования? Вам перечислить и начинать? Хорошо. Pascal, C, C++, C-sharp, Python, Cabol, Fortran, Algol. Дальше. Assembler. Basic, Visual Basic, F-sharp. Что там? Lisp, Scala, Closure, Haskell, Prolog. Что еще не назвал? Java, Kotlin и так далее. Ладно уж. Достаточно. Но я на этом все не разрабатываю. Мои языки два, которые как бы мои-мое – это Java и Python. А возможно ли встроить в искусственный интеллект поисковик, чтобы он мог отвечать на любые вопросы? Конечно. Это один из проектов. То есть это умение обрабатывать текст на естественном языке, чтобы прямо вы написали текст и прямо по нему, чтобы было понятно, что вы спрашиваете. То есть вообще обработка текста на естественном языке – это тоже одна из задач. Я не стал ее сегодня включать в презентацию, потому что там она более сложная. Но, например, задачка такая. Вот перед вами миллион комментариев. Надо понять, кто из них положительный, какой отрицательный. Просто по тексту. Как бы следующий уровень – это уже сарказм. То есть понять, где написано. Ну да, да, молодцы, конечно. Молодцы, молодцы. Но это сарказм был. То есть такие вещи нужно понять. Это все нужно делать именно автоматически. Так что да, это и поисковая система тоже к этому относится. Я хожу на робототехнику, и на робототехнике мы программируем. Это там вот, например, поднятие ковша. Это можно назвать искусственным интеллектом, то, что мы делаем? В каком-то смысле робототехника в принципе про это. Но когда мы говорим именно про роботов, мы обычно говорим робототехника. То есть, ну, если вам хочется, называть, конечно, можно. Мне кажется, что Siri нельзя назвать искусственным интеллектом, так как когда ты говоришь ей что-то, она просто выбивает тебе этот. Да, то есть найти в Safari просто много ответов. Спасибо. Извините, я перебил. Договорите до конца. Сейчас, сейчас. Смотрите. Я же говорил, что искусственный интеллект в принципе не существует. Вопрос, что Siri – это агент, то есть отвечающий на вопросы. Но большинство людей используют Siri, что просто открой, позвони и так далее. Но Siri умеет вам отвечать. Вы скажете, Siri, привет. Говорит, привет, как дела с Siri? Она отвечает. Раз она отвечает, мне есть принятие решений, значит, это уже технологии искусственного интеллекта. А можно ли считать, если ты разрабатываешь, например, тот же самый Lego Mars Stormers, робот, например, то есть определенную программу, то это обязательно тоже какой-то определенный искусственный интеллект. Теперь, например, ты строишь какую-нибудь базу, где открываются ворота, там все остальное, и за это отвечает как раз к программным кодам. Это можно тоже считать в этом плане? Опять же, если хочется, можно. Конечно, это простой вариант, но если хочется, считать это можно такими системами. Правда, у нас больше говорят системы принятия решений. Как бы, ну, менее пафосно, но если очень хочется, то можно. Да. Вот смотрите, а вы сами больше кто вот именно в программировании? То есть разработчик? Я разработчик, да. Я и информатику веду как разработчик, да. Ну, то есть, когда надо, я могу проектом поуправлять. Как бы сейчас вот институтом приходится. Вот, но вообще мой основной профиль – это разработчик, серверный веб-разработчик. Если бы у робота был такой же интеллект, как у человека, это было бы хорошо? Это могло бы пойти на благо Земли или наоборот? Я не знаю, но смотрите, ситуация такая, что наличие интеллекта у некоторых людей – это проблема, да. То есть, как бы, если бы они были бы, ну, как сказать, неумными, может быть, каких-то плохих вещей не было у нас в истории человечества. Поэтому обычно мы с коллегами на этот вопрос отвечаем, что если у робота будет интеллект равный человеку, это будет просто данность, из которой может быть и хорошие выводы, и плохие. Потому что то же самое про людей. Люди с интеллектом могут творить и хорошие вещи, и плохие. А какой вуз вы заканчивали? Я этот, Казанский государственный университет. Федеральный, правда, уже, да, он уже один год был федеральным. У меня есть такой вопрос. Существует ли в данное время компьютер, который мог бы работать как искусственный интеллект человека? Если прям в прямом отвечать на вопрос, нет, но есть суперкомпьютеры, на которых очень мощные вещи по искусственному интеллекту есть. Например, IBM Watson. Вот этот компьютер, его программируют под задачу, но как бы его алгоритм настолько хорошо обучают, что они могут быть похожи на элементы интеллекта человека, приближенных к человеческому. Например, вы думаете, через сколько лет произойдет как раз такое открытие, создание такого компьютера, который бы смог обрабатывать информацию так же быстро, как человек, иметь такое же... Нет, так же быстро уже давно. То есть на самом деле компьютер по вычислительным возможностям человек обходит в каких-то задачах. Но в каких-то человек обходит их ровно потому, что вот, например, ну вот, пример, да, вот Face ID на iPhone. У меня Android, кстати говоря, так что если что, я просто знаю. Так вот, Face ID, да, вот мы человека узнаем лучше, чем иногда Face ID, то есть были же тесты. С одной стороны, там хорошие данные, большие обрабатываются, быстрее, чем человек может обработать. Но все равно вот человеческое принятие решения работает лучше иногда. Поэтому мощные компьютеры уже есть сейчас некоторые, которые претендуют на то, чтобы как-то что-то сделать. Нет, в итоге все равно, конечно, мы не можем сказать точно человеческий интеллект, потому что мы сами еще не полностью используем мозг 20% от предела. А если искусственный интеллект сломает, то его возможно будет восстановить? Вопрос в определении слова сломается. То есть если стереть память, то нет, ну то есть то нужно будет заново переобучать. То есть это как вот потеря памяти у человека. Если человек теряет память, нужно заново ему рассказывать что-то. Вот вы забыли, например, вы читали, когда-то выучили стих, и вот сейчас вы его не помните, вам нужно его заново выучить. И то же самое с искусственным интеллектом. Как бы если он сотрется, часть его сотрется, нужно будет заново его обучать. То же самое примерно, что с человеком. Спасибо. А вопрос. На каком лучше движке делать, допустим, игры или программы Valve, Unity или Unreal Engine? Ну, я ангажирован, потому что у нас институт очень много делает на Unity. И как бы очень мощно и очень плодотворно. Поэтому я просто сам не гейм-дизайнер, не гейм-разработчик и не как бы разработчик игр. Но я знаю, что наши ребята преимущественно делают это на Unity. Спасибо. А сколько времени требуется, чтобы переобучить искусственный интеллект, если вы, как говорили, если он именно так сломается? Зависит от объема задач. Ну, то есть, например, нейронная сеть для распознавания изображения может обучаться от дня до недели. А может… Зависит от данных, понимаете? То есть, насколько вы хотите, чтобы он давал точное решение. От этого зависит время. А вот я хотела спросить, как работает калькулятор? Кто? Калькулятор. Калькулятор обычный, что ли? Как она это все вычисляет? Вас обычная арифметика интересует или сложная, типа косинусы считаются? И сложная, и обычная. Ну, смотрите, обычная дело в том, что любая арифметическая операция трактуется в двоичном виде. Двоичные функции записываются в специальных схемах из функциональных элементов, которые находятся в микросхемах. То есть, микросхемы, если вы видели, с ножками, это много-много разных реализованных функций. И когда сигнал подает на одни входы, из других она выходит. И дает ответ. Это простые задачи, то есть арифметические. Там, понимаете, как в двоичном виде сдвинул число на один бит, увеличил его на два. А если мы говорим про синус и косинусы, то дело в том, что там используются ряды. То есть, на самом деле, функции тригонометрические, экспоненциальные, они имеют примерно равные им суммы из арифметических операций. И опять сводится все к арифметике. Михаил Михайлович, огромное вам спасибо. Я готов еще отвечать. На этом наша лекция завершилась. Остальные вопросы все в рабочем порядке. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!